Ну а сегодня в правительстве республики говорили о проекте закона Дагестана о бюджете на 2016 год. Заседание провел председатель правительства Абдусамад Гамидов. Также в ходе совещания Гамидов выразил соболезнования народу Франции в связи с серией терактов, унесшей жизни порядка 150 человек. Рассказывает Севрина Шамхалова. 2016 пройдет под девизом жесткой бюджетной экономии. Об этом сегодня говорили на заседании правительства. Основной вопрос – проект республиканского бюджета на следующий год. Дискуссия получилась долгой, оно и понятно, на кону слишком многое. И сразу главное, что объяснит ситуацию в целом. В будущем бюджете предусмотрен нулевой дефицит. А это значит, что впервые наши расходы будут в пределах доходов. Объем консолидированного бюджета Республики Дагестан по доходам определен в сумме 89 млрд 834 млн рублей. В том числе по налоговым и финансовым доходам в 31 млрд 717 млн рублей. Доходы республиканского бюджета планируются в общей сумме 81 млрд 515 млн рублей. Необходимо принять во внимание, что республиканский бюджет на 2015 год был утвержден с дефицитом в сумме 1 млрд 930 млн рублей. В проекте бюджета на 2016 год такая возможность исключена. Предусмотрен нулевой дефицит. Это является вынужденной мерой и обусловленной необходимостью погашения долговых обязательств Республики. При этом расходная часть нового бюджета распределялась с учетом главных социальных обязательств. Только на зарплату пойдет 38 млрд 735 млн рублей. Это почти половина расходов. На соцподдержку и субсидии предусматривают больше 4 млрд. На детские пособия свыше 700 млн. На сельское хозяйство выделено больше 2,5 млрд. рублей. В том числе субсидии из федерального бюджета почти столько же. 33 района и 5 городов остаются без единого угляда на инвестиции в божьих. Поэтому я просил с пониманием отъестественного подхода. Бюджет будущего никак не отделить от настоящего. Но и тут ситуация непростая. Много проблем в социальном блоке, которые требуют решения до конца года. Опасения вызывает и ситуация с налоговыми поступлениями. Их, как обычно, мало. Муниципалитеты дают сбой. Не хватает 2 млрд. рублей. А они могли бы серьезно изменить ситуацию. Кроме этого, в Дагестане провели большую работу по сокращению неэффективных расходов. Сократили численность работников органов местного самоуправления. Так, оптимизируя расходы, республика экономит более 2 млрд. на 2016 год. Иногда настолько расточительно относимся, если министерству надо 500 метров площади, мы спокойно себе можем позволить 800 метров, 1000 метров. И спокойно сидим. Кабинеты имеем по 60-80 метров. Огромные залы, которые используются два раза в год. Когда можно идти в залы, или для проведения этих мероприятий можно голову соседей использовать. Или, в крайнем случае, библиотеки и так далее. В 2016 году без финансирования останутся 140 уже начатых объектов. Предусмотреть все не позволяет бюджет. 50 млн. пойдут на газификацию. Планируют построить 8 школ, 2 садика, 2 больницы. Реальные цифры. Наши позиции. Надо тоже программу посмотреть по социально-экономическому развитию, по республиканской индустрии. Нам особо денег нет. Мы просто софинансируем. И по прослеживанию все министры и вице-премьеров, то, что вы курируете, посмотрите, это федеральные отраслевые программы. Какому мы участвуем в этом году, в какой программе мы участвовали в прошлом году и вообще какой планерам мы участвовали в следующем году. Бюджет примен, предельный дефицит и все остальное потом не будет возможно. Правительство Дагестана одобрило проект закона о бюджете республики на 2016 год. Теперь документ представят президенту. Теврина Шамхалова, Гусейн Кулиев и Расул Дибиров. Время новостей.